В Пятигорской епархии прошел молодежный крестный ход во Второафонский Бештаугорский монастырь. Традиция была заложена еще до революции. Вместе с юными крестоходцами на гору Бештау поднялись и наши коллеги. Сбор участников молодежного крестного хода Пятигорской епархии за городом у подножия горы Бештау, где начинается дорога во Второафонский Бештаугорский монастырь. В этом году молитвенное шествие, традиция которого возобновилась в 2004-м, впервые возглавил священный архимандрит обители архиепископ Пятигорский черкесский Феофилат. Денье Гоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. В этом году исполнилось 110 лет со дня первого исторического крестного хода на Бештау. Согласно публикации во Владикавказских и пархиальных ведомостях от 15 мая 1911 года, молитвенное шествие, возглавляемое епископом Пятигорским Арсением, собрало до 3000 человек. Путь предшественников начинался от Спасского кафедрального собора, проходил по городу и был гораздо длиннее. Ныне крестный ход поднимается в гору на 7 километров. В середине пути небольшой привал, чтобы попить воды, но некоторые используют остановку для благословения или фотографий с ладыкой. Мы же для интервью о современной традиции праздника. Прославляем в этот день мы воскресшего Христа Спасителя и святых равноапостольных Кирилла и Мефодию. Поэтому и собираются учащиеся наших воскресных школ, наши друзья из среднеобразовательных учебных заведений, их родители, их дедушки, их бабушки, ну и, конечно, братья-казаки. И все вместе в этот день мы совершаем пасхальные песнопения здесь, на подножии нашей горы Бештау. Даниил из семьи священника, но далеко не все вокруг живут православными традициями. А здесь радость от встречи с единомышленниками своего возраста. Ты погружаешься в такую атмосферу, когда твои сверстники и твои друзья вместе с тобой идут на этот крестный ход. Через час небольшим от начала пути в Тарафонский монастырь встречает молитвенное шествие радостным звоном Успенского собора, строительство которого завершается в обители. Здесь любовью относятся и к историческому прошлому. На старых фотографиях можно увидеть, как выглядел монастырь до революции, когда сюда 110 лет назад пришли участники первого крестного хода. И бископ Пятигорский Арсений объявил тогда, что праздник будет ежегодным, но скоро грянула революция. Традиция вернулась лишь в 21 столетии. Преподаватель воскресной школы Лазаревского храма Пятигорска Анна Викторовна уже в 17-й раз привела в обитель своих учеников. На крестный ход хотели многие, но участников пришлось выбирать. На конкурс у нас позволили только 5 человек в этом году взять. Ну, получилось так. То есть все желающие? Да. Все бы сейчас пришли бы сюда, от мала до велика. Ну, вот наши детки всегда любят сюда ходить. Христос воскресе! Смолитесь в воскресе! Елена Христосова, Артем Соломинцев, студия «Благословенный Кавказ». Соломинцев, студия «Благословенный Кавказ»